Нет истории, нет государства. После нескольких месяцев реэкспозиции сегодня открылся Музей связи Сибири, уже в качестве государственного публичного музея. В его фонде более 5000 экспонатов. Пять дней в неделю жители и гости города могут знакомиться с историей развития технологий связи. Алексей Кузьмин продолжит. Кузьмин продолжит. Более 5000 экспонатов. История некоторых начинается с 1903 года. Например, телефонный кабель и столб, по которому проходили коммуникации. Не все предметы достались музею безвозмездно. Телевизор КВН 1949 года выпуска приобрели за 10 тысяч рублей. Радиоприборы, видеокамеры, первые телефонные аппараты и современные спутниковые антенны. Экспозиция отображает, как развивалась связь в Новосибирской области. Барышня, соедините меня, пожалуйста, с телеканалом ОТС. До 30-х годов абонентов соединяла телефонистка. А затем в 60-е годы в Новосибирске стали появляться автоматические телефонные станции декадно-шаговой системы. Ну а сейчас, в 2016 году, достаточно достать телефон из кармана, набрать желаемого абонента и поговорить с ним из любой точки планеты. Для Нины Алексеевны музей связи больше, чем коллекция экспонатов. Здесь бывшие работники городской телефонной сети изучали основы компьютерной грамотности, слушали лекции, проводили мастер-классы для школьников. То, что он остался и то, что его соединили с другим музеем, мы очень рады, что будет куда людям приходить, нашим, потому что музей связи, в общем-то, люди полюбили. Музей связи Сибири будут пополнять новыми экспонатами. Основная цель – сохранить предметы коммуникации и вещания с многолетней историей. Алексей Кузьмин, Олег Сурков, Новости ОТС.